Всем привет на моем канале и сегодня у нас интересная тема, как же я нашла новую работу в Чикаго. На самом деле тема достаточно обширная, если вы еще не видели мои другие видео о том, как найти работу в Америке, обязательно посмотрите эти видео, и я подробно рассказывала, как я нашла две свои работы в Калифорнии, поэтому сейчас в Чикаго здесь немножко другая система поиска работы и собеседования именно на ассистента-стоматолога, поэтому сейчас я вам все расскажу. А пока хочу добавить о том, что я пишу свой курс о том, как найти работу ассистента-стоматолога с нуля и полный курс о ассистентстве в стоматологии. Сейчас у меня идет обучение одного человека в тестовом режиме по моему курсу, и когда все этот человек закончит и пройдет, я выпущу этот курс, поэтому ждите его. Если вы давно хотели найти хорошую, высокооплачиваемую работу в Америке и не знали, кем хотите стать, ассистент-стоматолога это хороший для вас вариант. Очень важное добавление, что этот курс будет именно для людей без образования медицинского, поэтому если вы в Америке и не знаете, чем заняться, обязательно подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь ко мне в инстаграм и ждите выхода этого курса. Поэтому до встречи на моем канале. А сейчас я вам расскажу, как же я лично нашла работу в Чикаго. На самом деле это был достаточно длительный процесс. Первые две работы в Лос-Анджелесе я нашла достаточно быстро, а здесь пришлось немножко даже понервничать на тему того, почему же так долго все происходит. Здесь идет трехступенчатый этап собеседования, то есть что мы делали первый, второй, третий этап. Первый этап это тебе звонит менеджер, вы разговариваете по телефону и он расспрашивает, кто ты такой, чем ты занимаешься, что ты умеешь и так далее. Полностью идет собеседование по телефону. Второй этап ты идешь в клинику и у тебя уже идет личное интервью с менеджером, то есть сперва он с тобой поговорил по телефону, понял, что ты что-то понимаешь, все хорошо, приглашают тебя на следующий этап, на интервью личное. И третий этап, если ты проходишь эти два этапа, тебя приглашают уже на working day, то есть ты приходишь полностью на рабочую смену и начинаешь работать и, соответственно, в процессе работы показываешь, что ты умеешь, а что ты не умеешь. И после этого третьего этапа собеседования тебя уже берут или не берут. Как же я нашла свою клинику? Еще когда я была в России, я начала уже искать вакансии и заприметила, что на сайте indeed.com была вакансия именно в эту клинику. Посмотрела клинику, в целом клиника мне показалась очень хорошей, врач много лет работает и поэтому я подумала, что если это косметик-дентистри, то я хочу устроиться снова в косметик-дентистри, как это было в Лос-Анджелесе, в клинике доктора Аппа. Я подумала, что мне нужно найти врача, который примерно тоже на хорошем уровне. Посмотрела обязательно его работы, что он делает, потому что я не хочу, если честно, работать в том месте, в той клинике, где делают какие-то плохие работы, не хочу быть соучастником, так скажем, плохого лечения. Поэтому для меня это очень важно, чтобы именно врач был высококвалифицированный и именно находил подход к пациентам и делал хорошие работы. Я подумала, что, возможно, я подам на работу в эту клинику. Также еще я была подписана на нескольких стоматологов из Чикаго, которые тоже знают доктора Аппу и ходили на курсы к другому доктору из моей предыдущей клиники. И я добавилась к ним в Инстаграм и просто смотрела, что они делают. Я написала о том, что я переезжаю в Чикаго и ищу работу, если у вас какие-то свободные места для ассистенции стоматолога. Написала, что я умею и прислала в свое резюме сопроводительное письмо. На что одна доктор ответила мне, что у них есть вакансия открытая. Другая доктор написала мне, что хотела бы со мной познакомиться, но на данный момент у них нет вакансий. Поэтому, к сожалению, она устроить на работу мне не может. И третий доктор, я тоже ему написала, он работает в центре в Даунтауне, мне тоже понравилась его работа. Он достаточно высокий, хороший профессионал. И я ему написала, к сожалению, сказала, что будет иметь меня в виду, но тоже вакансий, к сожалению, нет. После того, как я приехала, у меня было уже назначено одно собеседование в клинике через вот этого доктора, с которым я списалась в Инстаграме. Я приехала на это собеседование, все было хорошо, меня позвали на рабочее интервью день. Ходила на это рабочее интервью и сказала, что подумаю, буду ли я выходить к ним или в другое место. Врач, который работает в этой клинике, также сказал, что его сестра ищет тоже ассистента стоматолога и порекомендовала меня как хорошего высокого класса специалиста. Я тоже сходила к ним на интервью, но на рабочее интервью сходить к ним не успела, потому что у меня было огромное расписание, где сперва у меня были просто интервью по телефону, каждый день у меня был забит интервью. Второй этап был, когда я проходила личное интервью. И третий этап был, когда я уже проходила рабочее интервью день. В общем, сходила я в итоге в несколько клиник на личное интервью и на рабочее интервью. И вот в эту клинику, в которую я по итогу устроилась, я тоже сходила на рабочее интервью и прошла все этапы как раз к этому мужчине, который занимается винирами и у него хороший опыт работы. После чего я решила для себя, какая из этих клиник мне нравится больше всего и выбрала именно ту, в которой я сейчас работаю. Все клиники были достаточно хорошие, но я выбрала по расположению, по опыту доктора, по уровню обслуживания и вообще как в этой клинике идет прием пациентов. Это на самом деле очень важно. Сейчас скажу вам несколько интересных фактов, что когда ты приходишь на рабочее интервью день, это длится примерно 8 часов полностью график работы, как график работы клиники. Тебе обязательно оплачивают этот рабочий интервью день, обычно тебе выдают чек. То есть ты говоришь, ты хотела бы какую ставку в час и потом тебе как бы из расчета этой ставки тебе выдают чек. На самом деле я запросила зарплату намного больше, чем была у меня в Лос-Анджелесе, потому что я считаю, что у меня сейчас большой опыт. И я умею намного больше, чем среднестатистические ассистенты, которые приходят к ним на работу. Также меня сделали главным ассистентом, то есть меня уже сразу взяли на позицию главного ассистента в этой клинике. Поэтому у меня будет много обязанностей и мне доверяют большое количество важной и нужной работы, поэтому такая зарплата. И сейчас у меня еще есть один стажер в команде, которого я полностью тоже обучаю. Этот человек пришел с нуля, у него нет никакого стоматологического опыта. И также с помощью этого я буду также проверять свой курс, как же я могу обучить людей, чего мне нужно добавить, что понятно человеку без опыта и без образования, а что не очень понятно. Поэтому это на самом деле просто сошли сейчас звезды для того, чтобы я приготовила свой курс и также обучала двоих людей. То есть одного человека я обучаю онлайн, а второго человека я обучаю в реальности. Еще и к тому же американцы на английском языке. Если честно, я так удивлена, что это все так сошлось, и у меня есть курс, и у меня есть сейчас два стажера, что просто какая-то, не знаю, благодарность судьбе, что так все случилось, что я переехала в Чикаго. И у меня сейчас есть такие возможности как-то дальше двигаться и реализовывать свой потенциал и дать плюс вам. Если вы хотите найти работу в Америке, то этот курс будет просто идеальный, шикарный для того, чтобы вы устроились на классную высокооплачиваемую работу. Я хочу сказать, что это очень хороший шанс для иммигрантов, которые только переехали в Америку. Хотят как-то найти хорошую работу или хотят просто стать высококлассными специалистами и не работать на доставках или продавцами в магазинах. Работать с сетом-стоматологом – это просто идеальный вариант для того, чтобы хорошо зарабатывать, работать в хорошем месте, в хорошем офисе и просто чувствовать себя высококлассным специалистом. Всему этому вы научитесь с нуля, вам не нужно никакое образование медицинское. Даже если в своих предыдущих странах вы никогда не сталкивались с работой в медицине. Поэтому спасибо всем за просмотр и увидимся в следующих роликах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И что бы вы хотели добавить на курс по сетом-стоматолога и что бы вы хотели узнать, обязательно тоже пишите комментарии. Я все это учту и добавлю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok